Приветствую, друзья. Прямая линия, она же пресс-конференция Путина, не заслуживала бы внимания, если бы не одно «но». За несколько дней до этого Путин объявил о своем выдвижении на новый срок. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации. В нормальном мире после этого претендент на постпрезидента рассказывает про свою программу и убеждает граждан в том, что он им зачем-то нужен. Собственно говоря, это я и хотел услышать на прямой линии. Мне было любопытно, как уже 25 лет находящийся у власти человек будет обосновывать необходимость нового срока. Из того, что я услышал, предвыборная программа Путина звучит приблизительно следующим образом. В моем мире все хорошо. Я останусь у власти еще на 6, а то и на 12 лет. А если вот в вашем мире все хреново, так это ваши проблемы. Вот это краткое содержание 4 часов прямой линии пресс-конференции Путина. Большинство вопросов к президенту можно свести к простой формуле. Владимир Владимирович, мы вас очень любим, поддерживаем, но у нас тут под вашим мудрым руководством который год не решается базовая жизненная проблема. Пенсию, например, конечно, повышают, но цены на услуги ЖКХ растут быстрее. В 2024 году нам, пенсионерам, повышают пенсию на 7,5%. В то же время с июня 2024 года у нас в Новосибирске планируется повышение тарифов ЖКХ от 9 до 14%. То есть практически сидят те 7,5% добавки к пенсии. Во всей стране не хватает врачей. Пациентов много, а врачей, конечно, не хватает, как и по всей России. Не хватает онкологов, не хватает гематологов, не хватает детских онкологов, да ничего там не хватает, их просто нет. Помимо врачей не хватает вакцин. В Самарской области вакцины от кори, краснухи и паротита нет уже больше 4 месяцев. Цены на отечественные машины улетели в космос. Не в космос он улетел, по-моему, процентов на 40. Практически не осталось уже машин, которые вот такого среднего класса до миллиона рублей практически ничего невозможно найти. Ну, согласен, да, согласен. А у тех, кому повезло с машиной, нет дорог, по которым можно ее водить. Возим молоко по бездорожью, страшно тяжело, тракторами. Хотел бы спросить, возможно, я доживу до того счастья, что нам все-таки построят много лет обещанную дорогу. Помимо дорог у нас нет квартир. Нам, в нашей республике, в этом году выдали 129 сертификатов жилищно-государственных, а в очереди у нас 21 тысяча человек. И, конечно, у людей не подведен газ. Елпатево, насчет Ярославской области, просьба подвести газ. 25 лет Путину власти. Триллионы рублей закопаны в никому не нужные геополитические экспортные трубы. Триллионы превращены в дворцы и яхты для себя и приближенных. А в Елпатево, Ярославской области, по-прежнему нет газа. Вот о каких успехах правления вообще можно говорить, если главная тема прямой линии первого лица государства – это цены на яйца. Очень грустно покупать яйца у нас в стране, грустит Андрей Самойлов из Томской области. Анастасия Пластинина из Иванова спрашивает, эти яйца что, золотые куры несут? У нас яйцо десяток. От 180 рублей до 220. Где и когда были такие цены? Реально же, великий геостротек, покоритель мира, должен при помощи Турции обеспечивать страну яйцами. Мы, те, кто застали САОК, помним, как все именно так начинало рушиться в 70-е. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Вот сейчас, кстати говоря, и из Турции предлагают поставки дополнительные. На самом деле, даже когда Путин говорит о достижениях, а не о провалах, то это либо вранье, либо сомнительные достижения. Вот Путин хвастается экономическим ростом. Самый главный показатель роста экономики, рост валового внутреннего продукта по концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года, а там у нас было, по-моему, 2,1%. Только, во-первых, это общий рост за 2 года, а получается, как и за прошедшие 10, около нуля. Во-вторых, ВВП растет за счет оборонных расходов. Людям от этого ни холодно, ни жарко. Вот произвели танк, вроде, рост ВВП, а съесть-то его нельзя. Да и подбили этот танк через 2 недели. Так что на бумаге рост есть, а для граждан толку нет. Еще одной вызывающей гордость цифры является падение безработицы. Уровень безработицы, о чем я упомянул, совсем недавно мы гордились тем, что у нас исторический минимум был 3%. Вот вчера мы с коллегами готовились к сегодняшней нашей встрече, к сегодняшнему разговору, уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России. Так-то у нас вообще нет безработицы. У нас здесь 12 миллионов трудовых мигрантов. А где собственные граждане? А собственные граждане на фронте, в госпиталях, в могилах, те, кто по квалифицировании за границей. А где обещанные 25 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест? В Китае. Достижения? Ну, для китайского агента, несомненно. Для российского президента, как-то не очень. Или вот повод для гордости. Путин отчитывается, сколько денег россияне забабахали в аннексированные украинские регионы. Ежегодно в бюджете федеральном предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождение их постепенно в экономическую, в социальную жизнь России. У нас установились такие побратимские отношения между этими регионами и другими регионами Российской Федерации. Они уже вложили, по-моему, под 100, 140, вот где-то в районе 150 миллиардов. И планируется регионами вложение нашими другими регионами еще примерно 100 миллиардов. Триллион, еще десятки миллиардов российские регионы якобы добровольно отдают, и причем отдают напрямую. Здорово, конечно, контрибуцию все равно придется платить. Но вот Чечне уже 20 лет платим. Только вот почему этим надо гордиться? Нам что, в самой России не на что эти деньги потратить? Я так-то хотел напомнить про отсутствие газификации, проблемы с жильем, недостаток врачей, наконец. А то сами взорвали, сами починим, по пути украдем достижения, однако. Кстати, про врачей и медицину. Путин очень гордится тем, что он предлагал, видимо, Хамасу построить больницу в секторе газа. Было бы возможным, чтобы и Россия там же открыла госпиталь свой. Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории газа небезопасно. Но это не значит, что мы прекратим эти усилия. Вот жителям Забайкальского края, Чувашии, Мариэл, Ростовской области, это как, нормально? Или Путин считает, что там все проблемы решены и можно теперь сектор газа обустраивать? На прямой линии и пресс-конференции президента на каждый новый президентский срок хотелось бы услышать программу «Взгляд в будущее», а не пустой треп и фейковые цитаты Бисмарка. Может быть, не к месту будет Бисмарк воспоминать, но тем не менее он служил когда-то в России, жил в России, хоть и стал выдающимся немецким деятелем. Он как-то сказал, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Ну ладно, программа будущего. Если ты идешь на президентскую кампанию, то хотя бы на актуальные вопросы людей найди все силы ответить. Вот где вопросы от жен мобилизованных? Это, между прочим, десятки тысяч людей. Они выходят на улицу, они пишут письма, петиции. Это основной общественный запрос сейчас, где он на прямой линии. Или храброму кандидату в президента удобнее отвечать на вопросы, какое у него любимое новогоднее блюдо. Что вы больше любите, селедку под шубу или оливье? Смотреть, что закусывать. А даже если актуальные вопросы удалось задать, то это были не ответы. Вот будет ли новая мобилизация, спрашивает Путина, что он отвечает? Ну зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. Четко и однозначно, почти как перед предыдущей мобилизацией. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Или вот, главный вопрос, судя по опросам общественного мнения. Когда же закончится война? Цели и задачи операции, они те же, что и поначалу или уже нет? И, конечно, самое главное, когда будет мир? Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Я напомню, о чем мы тогда говорили. О деноцификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. Вот смотрите, что происходит с точки зрения деноцификации. Вот в ходе переговорного процесса, который имел определенный этап после подготовки проекта возможного соглашения, о чем недавно официальные лица в Киеве упоминали, в целом они не соглашались с тем, что нужна какая-то деноцификация. И говорили о том, что никакой фашизации, значит, роста вот таких настроений нет. Ну, как же нет? Смотрите, я специально взял те вопросы и те формулировки, которые волнуют более широкую общественность, чем демократическая оппозиция. Нам-то Путин все откровенно сказал. За нами будут охотиться. А что она такого сделала, чтобы на нее охотиться? Она что, какой-то там крупный оппозиционный деятель, что ли? К слову, тоже за ваши деньги. Но я, правда, пытаюсь посмотреть на эту картину глазами обычного, не вовлеченного в политику и избегающего всякой оппозиции человека. Вот неделю назад Путин заявил, что пойдет на новый пятый или шестой срок. Он уже власти 25 лет, собирается быть еще 12. Ну, должно же быть какое-то объяснение, почему мне, как гражданину, это нужно. И Путин, как кандидат, должен мне это объяснение дать. Вот прямая линия, пресс-конференция одновременно. Лучшего момента для такого объяснения не придумаешь. И что я, вот обычный гражданин, слышу? Судя по вопросам, в стране жопа. Жопа с медициной, с дорогами, с ценами, с продуктами, с доходами. Почему? За 25 лет не успел? А что, нового срока хватит? Или если руки не под то заточены, то никакого срока не хватит? Какой вообще план на новый срок? Я не слышу этого плана. Обычное промотание проурожая, надую, льготную ипотеку. Раньше мне обещали перегнать Португалию по экономике. Это хотя бы звучало оптимистично. А сейчас? Сейчас мне даже толком не могут ответить на простые вопросы. Призовут ли меня на фронт? Когда окончится война? Ради чего страна рассорилась со всем миром. И при этом, сквозь всю эту выставку провалов путинского правления, он еще позволяет над всеми нами глумиться. Вот что бы вы, если бы у вас была такая возможность, сказали бы Владимиру Путину образца 2000-го года? Я бы сказал, верной дорогой идете, товарищи. У него все окей. И будет это окей. Пока. Это знакомство с табакеркой. А у остальных, глядя, или почти уже не глядя на самом деле на мероприятие, а что на него смотреть, ничего нового, становится очевидным, что Путин не то чтобы скрывает свою программу или свои ответы на самые важные вопросы. Ему просто нечего сказать. Вообще нечего. Поэтому, я думаю, не случайно на пресс-конференции прозвучал этот вопрос от журналиста из Колыма+. Мы все поддерживаем ваше решение выдвинуться в следующем году на выборы, потому что, сколько я себя помню, вы всегда в власти, можно и так сказать. Спасибо большое. То есть, единственная причина, по которой нам предлагается жрать дерьмо, это то, что мы его жрем давно. Привыкли. И реально вот за 4 часа прямой линии никаких других резонов озвучено не было. Голосуйте за Путина, потому что он был всегда. Нежели хорошо и нечего привыкать. Я целый ролик посвятил президентской прямой линии, поскольку считаю, что никто не сможет так сагитировать против Путина, как сам Путин. Путин и правда уже целую вечность у власти. Только эта вечность пахнет дерьмом и кровью. Достало. Хватит. Счастливо вам. Вас не устраивает Путин? Вы не одиноки. Продолжение следует.